Всем аквариумистам и не только привет! Это видео будет посвящено фатальным, грубейшим, а иногда и свертельным для всего живого в аквариуме ошибкам аквариумистов и тому, как избежать этих и других ошибок. Как максимально обезопасить свой аквариум, сэкономить свои силы, средства и время, занимаясь аквариумистикой и наслаждаясь аквариумом, а не бороться со всевозможными проблемами. Не могу сказать точно, вот на все 100%, но с уверенностью заявляю, примерно 70%, если не больше, людей бросают заниматься аквариумистикой в первый же год, еще примерно 20% в последующие два года. Задумайтесь над этими цифрами и сразу подчеркну, сразу обозначу и отвечу на вопрос о себе. Да, да и да, я также совершал половину ошибок из озвученных здесь. Да, я также убивал аквариум своими руками, выращивал водоросли вместо растений, у меня умирали рыбы от дичи, которые творил первые месяцы своей аквариумистике. Хотите ли вы повторить мой путь и путь других неграмотных, ленивых бездарей, а возможно, самим продолжать совершать эти самые грубейшие ошибки? Хотите ли вы попасть в те самые 70% бросивших аквариумистику в первый год? А может не стоит на грабли в сотый раз наступать? Ну и как вишенка на торте, в конце ролика будет самая дичь дичайшая, какую я творил со своим первым трехлитровым аквариумом для петушка. Это незабываемая дичь, поверьте. Ну ладно, переходим к теме ролика. Начну, пожалуй, с самой главной, основополагая ошибки подавляющего числа аквариумистов мира, а именно ошибки незнания основ и правил аквариумистики. Так сказать, святых правил аквариумистика типа азотного цикла, строящегося на фильтрации, аэрации и биобалансе в аквариуме. Вот кто из смотрящих сейчас не признается в том, что не знал, что такое азотный цикл? Правила запуска аквариума. Как правильно подбирается фильтр в аквариум? На чем строится безопасность жизни в аквариуме? Когда покупал свой первый аквариум и запускал туда рыб или креветок? Вот кто будет отрицать, что у него почти сразу после запуска первого аквариума, или в кратчайшее время после запуска умирали рыбы и креветки, и он не понимал от чего? Кто будет отрицать факт того, что у него покрывался весь аквариум водорослами в той или иной степени? А что, вы не кидались именно тогда судорожно в интернет с вопросом? А шо у меня там такое? А почему меня в магазине не предупредили? А почему меня продавцы обманули? В общем, кто виноват и что делать? Как всегда, извечный вопрос жизни. А вот все остальные ошибки так или иначе вытекают на протяжении всей часто недолго аквариумистической жизни именно из-за этой главной ошибки – незнания. Аквариумист, не зная, не понимая и часто не желая разбираться в том, что происходит в аквариуме, начинает собирать и слушать совет от кого угодно и экспериментировать методом научного тыка в решении своих проблем. А часто просто, тупо, подражая кому-либо, опять же, без какого-либо понимания, что он делает и для чего. А теперь поговорим о конкретных, дичайших ошибках аквариумистов. Первая и, как правило, фатальная ошибка подавляющего числа аквариумистов – это эффект торопышки и запуск в аквариум рыб или другой живности сразу же после запуска аквариума, ну то есть по-другому заливания, так сказать, воды. Признайтесь, ну не как надебилов ли вы смотрели на продавцов в магазине, когда они вам советовали месяц подождать перед запуском рыб. Признайтесь, вот сколько вы дней выжидали, не понимая для чего это, и не выдержав сразу запускали рыб. Ну вот что там в аквариуме поразойдет? Какой такой месяц? Вот признайтесь, через сколько дней после запуска у вас начали болеть и умирать рыбы. Вот так и расплачиваются за незнание азотного цикла. Другая, не фатальная, но весьма дорогая ошибка многих аквариумистов – это по незнанию и не задумываясь наперед запустить аквариум из того, что есть, или попалось под руки. А потом захотелось, к примеру, роскошный травник, то есть растительный аквариум. И вот тут начинают распускаться проблемы, как подснежные. И часто выходит, что грунт-то не подходит для травника от слова совсем. А он денег стоит, а его много и он уже засыпан. А свет-то куплен не свет, а подсветка для цихлит. А после покупки дорогих растений вообще выясняется, что не в каждой-то воде и далеко не со всеми параметрами хоть какая-то трава будет расти в аквариуме. И уж тем более не в той, что течет из водопровода у этого аквариумиста. А возможно еще придется покупать осмос, удобрения или еще чего. Вот и начинаются метания расходы, расходы, еще раз расходы. Ну так сразу-то не подумать не дано. Сразу изучить вопросы, темы. Ну разве кто-то так делает? Весь аквариум насильно мы разрушим. До основания, а затем мы наш, мы новый аквариум построим, но будет ли счастье? Не факт, не факт, не факт. Ну как-то так. Следующая грубейшая ошибка, в первую очередь порожденная ленью, во вторую очередь неграмотностью, это отсутствие регулярных, правильных и достаточных для безопасности гидробионтов, то есть жителей аквариума, подмен воды в аквариуме. Я сейчас не говорю про таких аквариумистов, как я, которые сознательно и обдуманно содержат свои аквариум без подвен воды. Мы имеем тесты воды и контролируем параметры воды. Мы знаем и понимаем, как и куда выводятся отравляющие вещества из аквариума. И только поэтому не делаем подмены воды. Всем же остальным это должно быть как ритуал, как святое действие именно подмены воды в аквариуме. Изучите, очень хорошо изучите этот вопрос. Разберитесь, как надо делать правильно подмены и делайте их как минимум раз в 10 дней. А лучше, как написано на каждом заборе, раз в 7 дней примерно 20-25% от объема аквариума. А возможно и больше, если у вас перенаселение, перекорм и нет растений. Грубейшее и смертельнейшее заблуждение в том, что если вода в аквариуме прозрачная, в аквариуме все чудесно и воду подменивать не надо. Нет, нет и еще раз нет. Иногда кристально прозрачная вода содержит смертельную концентрацию яда, тех же аммиака, нитритов, нитратов. А вот мутная вода со взвесью совершенно может быть безопасной для жителей аквариума. Дичайшая, неадекватнейшей ошибкой начинающих аквариумистов является отключение на ночь фильтра или компрессора в аквариуме. Оправдание и объяснение для них простое. Спать мешают, шумят. Дичь, дичь и еще раз дичь. Я не буду сейчас читать целую лекцию о жизнедеятельности бактерий и фотосиндеса растений в аквариуме. Скажу коротко. Именно ночью аквариум остро нуждается в кислороде. И малейший недостаток кислорода не только грозит умертвить всех жителей аквариума, но и нарушить фильтрацию, а следовательно азотный цикл в аквариуме. Отключение фильтрации убивает бактерии фильтра, а умершие бактерии утром после включения попадают в воду аквариума. И чем больше фильтр, чем дольше отключение, тем смертельнее этот аттракцион. Растения днем нуждаются в углекислом газе, а вот ночью наступает обратный процесс. И не только рыбы, но и растения нуждаются и потребляют кислород. Подождающее число бактерий нуждается в кислороде. И его недостаток или замедляет фильтрацию в аквариуме или убивает тех же бактерий. В общем, ваше право, ваше личное дело, ваш спокойный сон и при этом вечный сон жителей аквариума и бактерий или решение проблемы с шумовым безопасностью аквариума. Очередная тотальная ошибка подавляющего число аквариумистов – это перекорм гидробионтов. Весь мой опыт просто кричит об этом. Ну никак не может уместиться в голове обычного любящего хорошо покушать человека, что рыбы не люди и даже не звери. Они не нуждаются в том объеме корма, который им сыпят в аквариум. Просто задумайтесь, просто логично попытайтесь подумать. Ведут ли рыбы в аквариуме такой же активный образ жизни, как в природе? Вот есть ли столько высококалорийного корма в природе, сколько вы сыпите в аквариум с почти не плавающими стоящими рыбами? Столько же воды приходится на одной рыбы в любом водоеме, сколько приходится в аквариуме. А теперь ответьте себе еще на следующие вопросы. Почему почти во всех аквариумах плавают почти круглые от жира рыбы? Почему рыбы часто болеют и меньше живут в аквариуме? Куда девается в конце концов тот объем отходов от того объема всыпанного корма в аквариум? Ну и не затрагивая еще более подробно эту тему, приведу собственный опыт и опыт многих своих знакомых. Лично я кормлю рыб минимально. Обязательно каждую неделю устраиваю разгрузочный день, а то и дни. То есть даже не день, а больше. Мой опыт 5 дней без корма и никаких изменений. Некоторые спокойно при этом уезжают, оставляют рыб без корма на неделю, а то и боли. И ничего, подчеркиваю, ничего с рыбами не происходит плохого. Они даже при этом не худеют. Естественно, давайте адекватно подходить к вопросу кормления и разгрузочных дней. Во всем должна быть норм. Опять же, просто хорошо изучите вопрос. Следующие ошибки я объединю под одним заголовком. Бестолковое подражание. Именно бестолковое подражание. Без понимания, что делается, для чего делается и при каких условиях. Вот увидел кто-то, что у какого-то блогера есть ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор в красивом аквариуме. Вот, вот он секрет счастья решил подражать или кинулся покупать, не понимая, что это, зачем это, как это, для чего это работает. А потом просто тупо за сутки убил всех бактерий, а следом и жители аквариума. Увидели красивые ракушки и камни в аквариуме? Да тот же белый грунт. И все, вот хочу себе и все тут. А ничего, что ракушки и подавляющее число камней повышают жесткость воды в аквариуме? А в жесткой воде не растут или очень плохо растут растения? А ничего, что потом в такой аквариум начинают дуть подавать СО2, который улетает в воздух? Или идет на растворение этих самых же камней и ракушек? А ничего, что этот белый грунт вы замучаетесь потом сифонить? А рыбок-то вы, скорее всего, насажали в аквариум, как в рыбхозе. И он уже через пару месяцев превратится в грунт такого цвета, что вы проклянете все на свете. Вот увидел аквариуме, что почти каждый знаменитый блогер Акваскейпа аквариум насоили запускай, то есть использует питательный грунт. И все, вопрос без исключения для него как бы решен. А ничего, что часто эти Акваскейпы больше чем полгода не живут и потом в утиль идут? А ничего, что СОИЛ это запеченная земля, которая при неправильных параметрах воды начинает быстро в пыль и грязь превращаться, причем в очень короткий срок, а сифонить его нельзя? А ничего, что многие СОИЛы так фонят первое время всей таблицы Менделеева, что без тестов там черт голову сломает и подмены замучаешься делать, иначе все водорослями пойдет, а то и рыба ляжет. Но изучать вопрос этот лень, есть просто в первую очередь желание не напрягаясь повторить. Другой обычный пример. Вот нас смотрятся роликов, что у каждого блогера, ну почти у каждого, в аквариуме система СО2 стоит и все, для них вопрос решен. СО2 это счастье, это благо и по-другому не бывает в травниках. А при этом нет никакого, ни малейшего понимания, что в кривых и неграмотных руках СО2 это зло. Это привет огромнейшим проблемам. Им же в голову не приходит, что СО2 можно подавать только при оптимальных, а не при любых параметрах воды. Эти параметры контролировать надо, не говоря уже про святое правило контроля концентрации того же самого СО2. И что для правильного результата нужен правильный и недешевый свет, то есть для подачи СО2. Да и много в общем еще чего. Как-то вдруг голову подражателям не приходит то, что СО2 стимулирует рост растений, а следовательно, что логично, увеличивается потребление химических веществ из аквариума и возникает необходимость внесения дополнительных удобрений. А удобрения бывают макро, а бывают микро. И часто надо не те и не другие комплексно вносить, а отдельно недостающие элементы или пару элементов. А вот как узнать, что вносить и в каком количестве тестов-то воды нет, и денег на них жалко, да и ну до, потом денег жалко. Или покупают комплексно и льют, не понимая того, что покрывая недостаток одного элемента, они неадекватно задирают наличие другого или других элементов, что еще хуже. И вот, следом уже водоросли, полная остановка роста растений и их гибель. Ну как так? Они же СО2 волшебный подавали. Удобрения лили. Но нет, они виноваты не будут. Будет виноват кто угодно, но не подражатель. Вот услышали или увидели кто-то, что знаменитый блогер делает каждый день или через день подмены. Да еще иногда по 50%. Но он же знаменитый. Ну как не поверить? И давай повторять без мозгов за ним. Результат накрывает обычно быстро, очень быстро. Обычно неделя, максимум две. И там только полет мысли, чем все закончится. В крайности, какой для аквариума закончится все. Услышал аквариумиш, что такой, как я, подменный делать и ай да повторять. Только вот даже не задумывается, не пытается задуматься над тем, что у него растений в аквариуме нет. У него тестов нет, рыб тьма и т.д. А разве это для него важно думать и знать? У меня-то все прекрасно, значит и у него так будет. Но нет, нет и нет, так в жизни не бывает. Запомните, зарубите на носу любое бездумное, без понимания, повторение даже хорошего до добра никогда не доведет. Естественно, нельзя пройти типичнейшую, глупейшую ошибку подавляющего число аквариумистов, как покупка рыб и растений без понимания того, какими они вырастают, какие им нужны условия и параметры воды, с кем или с чем они уживаются, сочетаются и не конфликтуют. Вот многие ли об этом задумывались перед покупкой? Вот честно. Вот кто сначала изучал тему, то есть каких рыб или растений он хочет, в какой воде они живут и растут, как они сочетаются или не сочетаются между собой, какого размера вырастают, какая у него вода, с какими параметрами. А уже потом он шел в магазин за покупкой. Но нет же, мы сначала покупаем, а потом офигеваем. Почему вдруг уже при запуске новых рыб едят старые? Какие-то рыбы склеивают сразу ласты, какие-то растения моментально растворяются, какие-то рыбки вдруг вырастают в огромных рыбасов и начинают гонять, а потом есть других рыбок. А красивые и дорогие креветки вдруг превращаются в дорогой и красивый корм для маленьких и милых других соседей. Вывод. Лень и неграмотность правит балом и вашими силами и средствами. Все проблемы аквариумистов исключительно от лени, от нежелания потратить раз и навсегда время на изучение основ аквариумистики, чтобы раз и навсегда отказаться в аквариумистике от метода научного тыка и глупого подражания. Запомните, сначала изучаем, разбираемся, понимаем, а потом покупаем, запускаем, сажаем или применяем. То, что одному хорошо, другому смерть. То, что подходит в одном случае, категорически может не подойти в другом случае. Неправильное применение даже самого полезного и необходимого может обернуться огромными проблемами вплоть до смерти гидробионтов. Очень часто, в аквариумистике, проблем можно решить разными, иногда совершенно противоположными средствами. В аквариумистике есть немного тем, которые надо знать и понимать любому. Это, запоминаем, азотные циклы бактерий, фильтрация, аэрация, подмена воды, сифонка грунта и кормление рыб. Для аквариумиста травника дополнительно святыми темами являются оптимальные параметры воды, освещение, подача СО2, макро- и микроудобрения. Все иное от лукавого. Оно в той или иной мере связано с вышеназванными темами. И еще от себя лично. Не принимайте за догму, за непокобелимую истину мнение только одного автора, каким бы он популярным не был. Ищите информацию в разных источниках и сравнивайте ее. Больше доверяйте тем авторам, которые сами что-то смогли. Наглядно это показывают многие годы. Тем авторам, к результатам которых вы стремитесь, обладая теми же силами и средствами, что и автор. Не надо подражать и учиться у тех авторов, аквариумы которых вы не видели. Аквариумы которых содержатся на том оборудовании, которое вы себе позволить не можете. С использованием тех химических и биологических средств, которые вы приобрести не можете. И действия которых вы не можете контролировать в силу отсутствия тех же тестов. И в том же количестве, что и источника информации. Адекватность и знание это все, что нужно в аквариумистике, впрочем, как и в жизни. А теперь обещанная личная дичь дичайшая. Да, я прошел огромный путь в аквариумистике от трехлитрового аквариума для петушка до семи аквариумов более 550 литров с содержанием без подмен воды. И первый свой трехлитровый аквариум с петушком. Можете верить, можете нет. Я мыл с мылом и порошком каждые две-три недели. А то он, видели ли, слизью покрывался. А еще я купил как-то маленького Сомика, Порчева, Тирогоплихта. Думаю, что это обычный анциструс. А потом он вдруг выбухал почти 30 сантиметров. А еще и бестолково дул СО2 в аквариум при жесткости КН17 и кислотности ПН8. Эффекта ноль. Деньги, как и газ, в трубу. Но рыбы за пузырьками углекислого газа видно не было. Также покупал дорогие требовательные растения, которые не у каждого и в мягкой-то воде с СО2 приживаются. Естественно, они почти моментально растворялись. Так что жизнь подчас страшнее вымысла. Но лучше на цирк смотреть со стороны, а не быть в нем неграмотным, бездарным клоуном. Но потом лично я стал по два-три часа каждый день читать книги по аквариумистике и сотнями смотреть разные ролики. И все больше и больше превращаться или становиться тем, кем стал. Научился дешево и сердитый с минимальной затратой сил и средств содержать аквариум. Ну и сейчас, даже сейчас, по прошествии почти пяти лет своего аквариумистического пути, я понимаю, что мне еще учиться, учиться и учиться. Ну а кому все же интересен мой канал, напоминаю, что у клуба есть группы ВКонтакте, в Телеграм-канале, где можно найти много полезной информации и получить консультацию или просто помощь. Всем удачи и наслаждения от своего аквариума! Субтитры сделал DimaTorzok